А как вы думаете, в чем главная идея Нордомас? По протоколу? Можно не по протоколу. Главная идея Нордомас строить на самом деле крутые дома действительно для людей, для конкретно индивидуального заказчика, а не шаблонные какие-то топовые вещи, которые просто модные сегодня. Делать этот мир лучше. Делать не серые, однообразные какие-то коробки, а вот именно как-то удивлять своими проектами. Уникальность дома, как говорится, не как у всех, не как у соседа. Удобно, практично, современно, красиво. Дать клиенту что-то особенное, что не может дать другой архитектор. Ну и построить это все, воплотить в жизнь. Ну мы, конечно, занимаемся современной архитектурой, и мы, естественно, в тренде, мы делаем уникально для конкретного человека. Подход к людям. Это выявление их основных целей, ценностей, точнее даже выявление ценностей. Предвосхитить то, что хочет заказчик. Ну, чтобы он, допустим, построил дом, например, сейчас он хочет, он уверен, что он хочет такой, но, допустим, через пять лет он может в этом расстроиться. Наверное, новый дом, если надо, чтобы через пять или через десять лет он оказался в доме, который не потеряет своей актуальности. Идея, чтобы построить красивый дом, в котором вы все кайфовали. Это эстетика. Но эстетика не только, понимаете, не только в архитектуре. Она же и переплетается как раз-таки и с качеством выполнения работы. Когда даже простые идеи, качественно выполненные, ты вот смотришь на этот дом и, как говорится, даже на душе спокойнее. То есть душа радуется, глаз радуется, приятно. Создать оазис безопасности, спокойствия и внутреннего умиротворения для клиента, который так долго этого ждал, который так много трудился и работал для того, чтобы сделать свой успех осязаемым. У нас очень многие заказчики приходят с такой мыслью, что вот это индивидуальность. Этот дом только у него. Это вот тоже важно. Важно ощущение, что этого больше нигде нет. Есть только вот этот дом, и все. Может, какие-то маленькие элементы, да, и они общие. Но концептуально это изюминка. Это изюминка, и ни у кого ее нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!